Эти люди, их действия, их высказывания подпадают по целый ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Последний русский марш, марш националистов, наделал много шума. Причем не столько сам по себе марш, сколько дискуссий вокруг него, которые возникли благодаря двум сюжетам. Первый сюжет это Берлева, который случился незадолго до марша. Второй сюжет это поддержка марша со стороны Алексея Навального, который заявил о том, что он сам на марш не пойдет. В силу того, что это будет использовано теми силами, которые против него. Но поддерживает его идеи, поддерживает умеренный национализм, как естественную реакцию, в частности, на большую волну мигрантов. Споры шли примерно по следующим линиям. Одни утверждали, что Навальный прав, с националистами нужно разговаривать. Это такая же часть наших граждан, как и все остальные. Была высказана даже точка зрения, что те, кто были на русском марше, люди не страшны. Это скорее такая детская поза, чем какие-то серьезные убеждения. Другие говорили о том, что национализм в его русской ипостаси, сегодняшний, обязательно приводит к погромам типа Берлевского. Отсюда же и споры вокруг Берлева возобновленные по поводу того, что состав восставшего в кавычках народа Берлева примерно соответствует социальному составу Болотной площади. Что это, в принципе, одни и те же протестующие, протестующие против власти, против произвола властей, против коррупции. И национальная составляющая здесь не имеет особого значения. Мне так кажется, что есть люди, исповедующие националистические взгляды, которые исправимы, которые могут высказываться как-то умеренно и даже предлагать какие-то конструктивные меры, допустим, по регулированию миграции, как к числу относятся тот же самый Навальный. Есть люди, которых невозможно исправить, с которыми невозможно разговаривать, которых сам Навальный считает своим электоратом. Я думаю, они его электоратом на самом деле не являются. Эти люди, их действия, их высказывания подпадают под целый ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Например, разжигание межнациональной розни. В ряде случаев это статьи, описывающие насильственные преступления. Потому что, если мы возьмем статистику расовых аксенофобских преступлений, которые готовит Центр САВА, мы увидим, что их число катастрофическим образом увеличивается, особенно в последние месяцы. Поэтому, в сущности, те люди, которые выходят на русский марш, выкрикивают лозунги или призывают к каким-то действиям, а потом, если эти прямые действия происходят, это люди, которые должны на самом деле сидеть в тюрьме, с которыми разговор должен быть совершенно иной, вне зависимости от того, либеральные у вас взгляды или не либеральные. Мне кажется, что в результате всей этой истории Алексей Навальный потерял часть классического либерального электората. Сохранил ли он свой ядерный национистический электорат, тоже еще большой вопрос. Так что, скорее всего, он от такой вот дистанцированной поддержки русского марша проиграл.